Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны, поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы, учитель Перри Стоун. Сегодня мы вместе с тургруппой записываем фестиваль Манны в одном из мест Галилеи, которое я невероятно люблю, у Горы Блаженства. Сестры церкви пошли нам навстречу и разрешили нам разместиться на этом месте. Такой прекрасный вид и такой чудесный день. Я верю, что всем вам нравится сегодняшняя погода. О, да. Здесь красиво? Да. Вам страшно? Нет. Вы рады, что не послушались родных? Они ведь вас напугали. О, да. На твою месть я бы туда не ехал. Я всем говорю, я бы не приезжал сюда, зная, что здесь небезопасно. Но за 36 лет поездок на Святую Землю у меня никогда не возникало проблем. Я просыпаюсь здесь очень рано, а эти ребята вставали в 2-3 часа ночи по своему привычному времени. Я подготовил послание о том, с чем приходилось сталкиваться Иисусу. Мы сталкиваемся с этим и сегодня, но уже в ином ракурсе. Я назвал свое послание «Пнуть свою священную корову». Или я могу назвать его «Сбор зерен». Это была бы проповедь для южан. Я прочту вам стих из Писания и покажу одну из основных проблем, с которой сталкивался Иисус. Сегодня нам приходится иметь дело с той же проблемой. Давайте читать. «Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук». Пропустим несколько строк и прочтем заявление Иисуса в 13 стихе. «Устраняя Слово Божие, предание вашим, которое вы установили, и делайте многое самоподобное». Также я поясню, что значит слово «карван» в 11 стихе. Сегодня я главным образом хочу поговорить о преданиях старцев о традициях. Во времена Христа закон по-прежнему существовал. Если вы были посвященными иудеям, вы следовали закону, записанному в Торе. В книге «Бытия» ничего не сказано о законе. В книге «Исход» сказано о том, что Израиль вышел из Египта. Это часть истории еврейского народа. Далее идут постановления о Скини, а книги «Левит» и «Второзаконие» рассказывают о моральных, духовных, юридических и социальных законах. Я называю их иудейские предписания. Они предписывают определенный стиль жизни. К примеру, кошерная еда. Если вы посвящены иудеям, то вы не имеете права есть рыбу, у которой не было чешуи. Она не кошерная. К примеру, сомообразная – это не кошерная еда. Если же у рыбы есть чешуя, ее можно есть. Есть правила приготовления еды, к примеру, мяса. Его нужно по-особому готовить, по-особому нарезать, по-особому переворачивать и готовить, убрав кровь. Как-то я сказал своей жене, что Моисей возненавидел бы меня за то, что я люблю непрожаренное мясо. Я просто не могу есть полностью прожаренное мясо. Но не будем углубляться в эту тему, иначе кто-нибудь скажет мне – это неполезная еда. Да, я знаю. Не давайте мне советов о здоровье, я все понимаю. Теперь же поговорим о традициях старцев. У иудеев есть сборник труды 39 отцов, который уже существовал во времена Христа. На них иссылались фарисеи. Обычно они брали местописание, например, «нельзя работать в субботу», и добавляли к нему закон о сборе урожая, закон о вспахивании и закон о временах. Поскольку Тора конкретно не говорит, что нельзя делать, кроме работать, фарисеи сами решили, что считать работой. Самое забавное, что в этих трудах 39 отцов перечислено очень много того, что нельзя делать. К примеру, суббота начинается на закате. Представим, что сейчас это 6 часов вечера. Субботой считается весь день до 6 часов вечера. С 6 вечера пятница до 6 вечера субботы – это шаббат. С момента начала субботы нельзя зажигать огонь. Просто нельзя. Это работа. Очень интересно, до каких крайностей дошли фарисеи. И вот вам пример. Всю пищу нужно приготовить заранее в пятницу. Так до сих пор делают в еврейских ресторанах. Если вы завтракаете в субботу, все приготовлено заранее. В субботний день готовить пищу нельзя. Ее нужно приготовить в пятницу и разложить по емкостям. Все, что вы едите в субботу, должно быть приготовлено в пятницу. Сейчас мы говорим о традициях, которые соблюдались во времена Иисуса. Фарисеи пошли дальше и постановили, что женщина не могла смотреть в зеркало в субботу, поскольку она могла начать выдергивать у себя седые волосы, нарушив закон о сборе урожая. Вы понимаете, почему женщины закрывали лица платками? Женщины, представьте себе, вы не могли нанести макияж, не могли причесаться, потому что расчесываться – это тоже работа. Но это не все. Если вы плюнули на землю в субботу, то нужно было плюнуть на камень и растереться. Так вы не оставите следов. Если вы плюнули на землю или в грязь, и растерев, оставили следы, вы нарушили закон о вспахивании. В любой другой день недели можно было плевать на землю. Когда Иисус плюнул на землю и сделал из грязи мазь для глаз слепого, хорисеи перепугались, потому что Иисус использовал землю. Иисус не нарушал Тору, он нарушал традиции. Если у вас был протез ноги, вы не могли пользоваться им в субботу, потому что тогда вы несли бы бремя. Я лишь суммирую истории, услышанные в богословской семинарии. У некоторых людей были искусственные зубы, в те времена они были совсем не такими, как сейчас. Не знаю, правда или нет, что у Джорджа Вашингтона тоже были искусственные зубы. В субботу нельзя было носить эти зубы. Да вы не могли нести на своем теле ничего, что ему не принадлежало. Если вы женщина, вы не могли расчесаться, нанести макияж и вставить зубы. Поэтому вышли в церковь так. Ждиящьте уйти. Не могу долго ошговаривать. Иду маить. Это забавно, но таковы были традиции. Это традиция, но ее нет в слове. Не теряйте основную мысль. Мы перейдем к ней очень скоро. Один богослов из университета Блэксбурга как-то объяснял порядок подстригания ногтей. Вам нужно было подстригать их в определенном порядке, затем завернуть салфетку и закопать в землю до заката. Потому что в субботу ничего стричь нельзя. Теперь перейдем к ученикам Иисуса. Однажды они срывали колоссы. Возможно, это была кукуруза. Не путайте с попкорном. Или же это была разновидность пшеницы. Библия не говорит точно, что это было. Ученики срывали колоссы и ели руками. Конечно же, зерна пшеницы не едят. Видимо, это были какие-то другие зерна. Ученики были голодными. Фарисеи рассверепели. Они сказали, твои ученики едят, не помыв руки. Почему фарисеев так беспокоили немытые руки? Они верили. Если вы ели какую-то пищу немытыми руками, то вы съедали бесов, которые сидели на ваших немытых руках. Фарисеи очень часто мыли руки, чтобы смыть всех бесов. Если это правда, то в каждом из нас уже живет легион бесов. Вы, надеюсь, понимаете, о чем я. Мы выросли, играя в земле и в песке. Ведь так? У нас не было компьютеров. Мы весь день играли на улице. У нас были грязные руки. Но мы ели яблоки, виноград и все, что находили. Моя семья не принадлежала к среднему классу. Скорее, мы были бедными. Мы были настолько бедны, что ходили в кафе и лизали пальцы других людей. Я расскажу вам еще один факт, и мы перейдем к теме «пнуть свою священную корову». У иудеев было понятие «карван». Закон повелевал детям заботиться о своих родителях. К примеру, я старший сын своих родителей, и я должен их обеспечивать. Помните, что в то время не было ни социальной поддержки, ни пенсии. Я откладываю деньги, чтобы помогать родителям. Но если я захочу этого избежать, я могу принести в храм приношение из этих денег под названием «карван». Допустим, у меня есть тысяча долларов. Я мог отнести эту тысячу долларов в храм, получить расписку, что я отдал их в храм, а затем объявить своей семье. «Теперь вам нужно заботиться о родителях. Я отдал свои деньги в храм, и у меня ничего нет». Таким способом люди сбрасывали себя время с заботой о родителях. Но Исей велел о них заботиться, а вы говорите «карван». Это седьмая глава Евангелия от Марка. Ученые считают, что после смерти родителей человек мог пойти со своей распиской в храм и получить эти деньги назад. В храме процветала настоящая коррупция. Это напоминает то, что происходит у нас сегодня. Очень многое делается тайно. Итак, я хочу показать, что важно понять и как быть осторожнее с религиозными традициями. Как только я женился и поехал во Флориду, я познакомился с одним человеком. У меня было откровение из Библии, из книги Деяния, что апостолы возлагали руки на людей, и те принимали Духа Святого. Мы росли с учением пятидесятников старой школы. Я понимаю, что многие мои партнеры, баптисты, католики и методисты, однако меня учили пятидесятники старой школы. Они говорили, что нужно идти к алтарю и долго молиться о Духе Святом. Я прочел Библию, что Дух Святой, уже сошел на людей, и спросил, зачем мы добиваемся Духа Святого, если он уже здесь. На меня смотрели и говорили, сынок, будь осторожнее со своими домыслами, это легкомысленно. Но я отвечал, ну ведь это так. Я верил, что можно возлагать руки, и человек примет Духа Святого. Тогда и начались собрания пробуждения, где двадцать пять, пятьдесят, а позже и пятьсот человек принимали крещение Духом Святым. Мой отец сказал мне, удивительно, какой дар дал тебе Бог. Сколько бы люди ни молились, из какой бы церкви они ни были, у меня был дар веры от Бога, что они сразу примут Духа Святого. Я не могу это объяснить. Я просто говорю, вы примите Духа, не волнуйтесь. И они его принимали. Я никогда не забуду случаи в церкви во Флориде. Там к моей жене подошел пожилой мужчина. Скажи своему мужу, что он все делает неправильно. Моя миниатюрная жена Пэм сказала с алабамским акцентом, что вы имеете в виду. Тот ответил, если вы хотите принять Духа Святого, вы должны принять его так же, как принял его я. А как вы его приняли? Во Флориде я как-то зашел в шатер, где шли служения. Я сел на средний стул на третьем ряду, и Бог коснулся меня и крестил Духом. Скажи своему мужу, если он хочет, чтобы люди крестились Духом, нужно отвезти их в тот шатер и усадить на тот же стул. И это, кстати, реальная история. Я не шучу. Пэм, смеясь, подошла ко мне и сказала, «Этот мужчина искренне верит, что Духа Святого можно принять, только посидев на том стуле?» Я ответил, «Пусть принесет мне этот стул, я куплю его, у этого служения я буду повсюду возить этот стул с собой». Хотите принять Духа? Садитесь на стол. Это была религиозная традиция. Этого нет в Библии. Принял ли он Духа? Конечно. Но то, что он принял Духа таким образом, не значит, что этот образец для принятия Духа всеми остальным. Когда Иисус исцелил слепого, он плюнул на землю, но он не начал служение силы грязи. Если бы это была единственная возможность исцелить слепых, тогда сегодня старейшины ездили бы сюда, в Израиль, набирали бы там грязь, привозили ее назад и складывали в коробочку. Каждое воскресенье они бы плевали в коробочку, размешивали грязь и объявляли друзья. Сегодня пришло время чудес. У нас появилось служение исцеления и силы грязи. Вы понимаете? Иисус исцелил глаза грязью. В другом случае, он просто коснулся человека. Еще в одном случае, он просто сказал слово. В Библии Господь исцелел людей по-разному, потому что не хотел, чтобы мы думали, что есть только один способ что-то совершить. Вы сами знаете, у людей есть склонность поклоняться скорее методу, чем личность Иисуса. С религиозными традициями нужно быть осторожнее. Возможно, что-то сработало один раз или определенным образом. И я приведу вам пример. Помните, Моисей сделал медного змея. Это исцелило народ. Они исцелялись, когда смотрели на змея. В книге царств сказано, что народ сохранил этого змея в храме и держал его там еще 900 лет. Израиль еще долгое время кадил этому медному змею и хранил его 900 лет. Несмотря на то, что священники кадили этому медному змею и хранили его, он никого больше не исцелил. Он исцелил только один раз, но это была такая мощная реликвия, что ее сохранили. Многие церкви хранят свои реликвии, думая, что если что-то случилось один раз, это единственный способ действия Бога. Они связаны традицией. Приведу вам еще один пример. Следите за мыслями. Когда мы росли в церкви, у нас был сборник гимнов в красной обложке. Точнее, у баптистов. Была красная обложка, а у нас зеленая. Сборник был одинаковым. На 92-й странице был гимн «Поговори с Иисусом. Расскажи ему все». Кто знает, о чем я говорю? Считалось, что песни из этого сборника знают все. Затем люди начали писать новые песни. Затем хор сменила команду поклонения. Затем появились экраны, чтобы все люди в собрании могли попивать. Я помню эти перемены. Однажды я приехал в подобную церковь. Не буду упоминать название, потому что человека, о котором пойдет речь, возможно, уже нет. Ко мне подошел мужчина, глухой на оба уха, и сказал, помолитесь за меня. У меня уже три недели шло пробуждение. Я согласился и, начав молиться, хотел коснуться его, но Господь сказал, не трогай его. Он очень часто критиковал песни в этой церкви, и я допустил эту глухоту, потому что устал от его жалоб. Дух Божий поднялся во мне. Я сказал, брат, я передам тебе, что сказал мне Господь. Мужчина ответил, не понимая, о чем вы говорите, и ушел. Он был старейшиной. Я подошел к пастору. Если я ошибся, я извинюсь перед ним. Пастор спросил, а что вы ему сказали? Я повторил, он жаловался на песни в церкви. Бог позволил ему оглохнуть, потому что устал от его жалоб. Пастор сказал, все верно. Когда мы перешли от гимнов к песням хвалы и поклонения, он затыкал уши ватными тампонами так, что они свисали, и поворачивался лицом к собранию, чтобы все видели его скрещенные руки и заложенные ватой выше. Бог дал мне слово знания. Ему нужно покаяться, и тогда Бог его исцелит. Как вы думаете, он покаялся? Не знаю, как вы, но если бы я оглох... Бывает глухота из-за какой-то проблемы. Бывает глухота из-за глупости. Этот человек оглох из-за глупости. Ему не нравились песни, потому что он привык к определенному стилю. Зачастую проблемы возникают у нас потому, что мы смотрим на свои предпочтения, думая, что это выбор Бога. Я слышал историю об одном молодом человеке. Среди старшего поколения в его семье были прекрасные певцы. Но у него был свой стиль. Он заявил своим родным, Бог слушает только такую музыку. Я удивился, неужели он правда так сказал? Он считал, что Бог слушает только Южный Госпел. Молодые люди. А вы тоже так думаете? Может, ему казалось, что четыре небесных существа, лев, целец, человек и орел, говорящие «святый, святый, святый». Это квартет? Поющий в стиле Южный Госпел? Но я советую вам быть осторожными. Во-первых, не принимайте то, что сделал Бог, за единственный способ действия Бога. Иначе вы перейдете от истины к традициям. Будьте осторожны и не думайте, что ваше предпочтение – это Божий идеал. Я не фанат музыки кантри, но у меня есть друзья, которым нравится музыка Госпел, исполненная в стиле кантри. Кому-то нравится Южный Госпел. Мне нравится этот стиль. Не поймите неправильным. Мне также нравятся хвала и поклонения. Мне нравятся песни церквей Хилсонг и Вифиль. Суть в том, что, слышав церкви песню, не в вашем любимом стиле, не сопротивляйтесь, закосневая в своих традициях. Вы можете упустить благословение, которое дает в этот момент Бог. Иисус сталкивался с традициями и говорил, «Это ваше мнение, но этого нет в Библии, нет в Слове». Этим вы устраняете Слово. Зачастую вы не можете принять что-то от Бога, потому что связаны традициями. У вас есть своя священная корова. Есть убеждение, что только один способ истинен, а все прочее не от Бога. Я пришел к важному выводу. Со мной служит много молодых людей. Это поколение ориентировано на отношения. Это поколение открыто для всего, что сделает Бог. Поэтому в книге Иоиля сказано, что Бог изольет свой дух на молодое поколение. У сыновей и дочерей будут видения и сны. Молодое поколение приезжает к нам на фестиваль воинов, который проходит три раза в год. Никто из них не спрашивает, а в какую церковь вы ходите, а в какой вы деноминации, во что вы верите. Это дети из десяти деноминаций. Методисты, баптисты, пятидесятники, харизматы и многие другие. Никому из них не важно, во что вы верите. Им важно приходить в Божию атмосферу. А вот о чем они думают. И все. Нас объединяет Божия атмосфера. Несмотря на наши национальности и деноминации, я призываю вас хранить себя от человеческих традиций. Даже если это хорошие традиции, определенный способ молиться, или какие-то другие привычки. Дело не в них. Но будьте осторожны. Не позволяйте традициям своей церкви и своей деноминациям быть выше Слова Божьего. Они не верят в исцеление. И вы не верите в исцеление. Они не верят в дары. И вы не верите в дары. Обратитесь к этой книге и верьте тому, что говорит сама Библия. Вот тогда все будет в порядке. Аминь. Надеюсь, что вы верите в это. Ну что ж, в программе «Фестиваль Манны» произошли важные события. Смотрите нас, чтобы быть в курсе. Не переключайтесь. А я напоминаю вам, что мы находимся сегодня в Израиле. Это наш первый день здесь. Сегодня прекрасная погода. Они даже не догадываются, что ожидает их впереди. Ну и слава Богу! Мы уже рекламировали комментарии к Ветхому Завету. Комментарии к 500 тысячам слов в Библии короля Иакова. Тысячи из вас их уже получили. Самый популярный запрос. Вы еще будете высылать эти комментарии? Я очень хотел продолжить это делать, но у меня не было возможности. Теперь, в последующие несколько недель, мы продолжим рекламировать пророческую, древнееврейскую, учебную библию Перри Стоуна. Она полностью объясняет все библейские предсказания книг Даниила, Исаии, Иеремии и Захарии. В ней много исследований и разборов древнееврейских слов. В книге Даниила есть подробные пояснения ко многим словам, чтобы вы лучше понимали, что будет происходить в будущем. Есть заметки глубина Исаии. В этих примечаниях мы рассказываем что-то особенное. К примеру, есть заметка о том, что Мертвое море — это вероятное местонахождение будущего озера Огненного. Я укажу вам на очень странные предсказания в книге Исаии и сопоставлю их с самой низкой точкой на Земле — Мертвым морем. Многие из вас никогда этого не слышали? Вы узнаете все это, читая комментарии к Ветхому Завету. Это перевод короля Иакова. Вы можете заказать это предложение, позвонив по телефону, указанному на экране, посетив наш сайт или отправив почтой пожертвования в 160 долларов. Ваши даяния помогают нам продолжать трансляции фестиваля Манны по телевидению. Вам очень понравится информация, которую я собирал долгие годы и исследовал десятки тысяч часов. Я хочу, чтобы эта книга стала вашей. Это мое наследие. Если Господь придет или я отправлюсь на небеса, я хочу оставить с вами комментарии к Ветхому и Новому Завету. Эта книга комментариев к Ветхому Завету уже доступна. Закажите ее. Тираж ограничен и не продается в книжных магазинах. Поэтому у вас еще есть время. Благословений вам. Может, я уже говорил вам об этом, но комментарии к Ветхому Завету вышли в ограниченном количестве, потому что цена оказалась немаленькой. Если вы хотите заказать комментарии к Ветхому или Новому Завету, то вам нужно позвонить в наш офис. У нас есть особые экземпляры в кожаном переплете только для наших партнеров. Кстати, они уже заканчиваются, но важна не обложка, а содержание и вся та информация, которую вы получите. Надеюсь, вы воспользуетесь этим предложением. Я хочу рассказать вам кое-что. Кажется, я никогда не говорил об этом в наших программах. Когда мне было 18 лет, и я понял, что Господь призывает меня в служение, у меня был план из семи пунктов по достижению людей. Я взял эту идею у служителей, проводивших собрания пробуждения и исцеления. Я понял, что если буду служить столько в церкви, то буду очень ограничен. Поэтому я разработал план из семи пунктов для более обширного достижения людей. Составляя этот план в 18 лет, я даже подумать не мог, что у нас будет всемирное телеслужение и огромная территория с многочисленными зданиями. Я даже представить не мог, что Бог сделает все, что Он сделал. Он дал мне четыре правила, и я хочу поделиться ими с вами. Я хочу, чтобы вы знали, как действует наше служение. Я записал все это в 18 лет. Бог сказал, «Вкладывай весь доход обратно в служение». Когда я где-то проповедую, то чеки приходят не на мое имя, а на адрес нашего служения. Я проповедую на конференциях, пробуждениях и крусейдах в течение всего года, и каждая копеечка идет в служение, голос и евангелизм. Во-вторых, мы никому не продаем наши адреса для рассылки. В нашей рассылке более 50 тысяч адресов, но мы никому их не передаем. Я могу оставить свои контакты к какому-то служению, и вскоре я начинаю получать письма от всех подряд. Однажды, оставляя свои контактные данные, сделал ошибку в своем имени, а затем я начал получать письма от разных организаций с ошибкой в моем имени. Я понял, что тот человек продал мои контакты. Мы такого никогда не делаем. В-третьих, мы никогда не просим денег, мы не рассылаем письма с просьбой о пожертвовании. Господь сказал мне доверять ему в этом вопросе. За все эти годы партнеры всего раз получили от нас письмо с просьбой о помощи. Я не говорю, что это плохо, просто это не наш метод. В-четвертых, другие компании, получая чеки от кого-то, вносят имена этих людей в свою базу и потом отправляют этим людям свою рассылку. Мы такого не делаем. Мы считаем, что это вопрос доверия. За все годы нашего служения мы всегда придерживались этих пунктов. Мы никогда не нарушали их. Еще другие организации отправляют свои финансы в разные фонды. Я не говорю, что это плохо, но все, что приходит к нам, мы используем для миссии и для служения голоса евангелизма. Мой отец, дедушка и прадедушка были очень порядочными людьми, и мы пытаемся поддерживать эту репутацию во всех сферах нашего служения. Надеюсь, вы это видите и замечаете, а также видите это на собраниях с нашим участием. Я лишь хотел донести до вас, что в мире много служителей, пасторов, мужчин, женщин, учителей, евангелистов, которые делают все возможное, чтобы вести свое служение в чистоте и святости. Если вы слышите что-то плохое о том или ином человеке, ну, некоторые люди склонны чесать всех под одну гребенку. Но я знаю много хороших мужчин и женщин Божиих. А если вы еще не в церкви, то найдите себе церковь. Найдите пастора, который будет проповедовать вам Библию. Не забудьте заказать Библию и до новых встреч!